Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители. Мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим с комиссией, которая занимается вопросами экологии и культуры. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, пожелания, звоните. Телефон прямого эфира 508-86-84. В наших гостях сегодня Галина Васильевна Рязанова, член комиссии по культуре. Здравствуйте! А также Наталья Николаевна Афиногенова, член комиссии, которая занимается экологией, помимо всех прочего. Добрый вечер! Благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Вопросы культуры и экологии — это вопросы, как известно, неприходящие. К сожалению, если об экологии говорить, у нас всё равно всегда остаётся много вопросов, которые нужно решить, которыми многие люди там чуть-чуть недовольны и так далее. Но экология — это наше всё, как известно. А с культурой чуть-чуть попозитивнее. Там всё-таки зачастую это какие-то мероприятия, часто увеселительного характера и так далее. Да, но тем не менее вопросы всё равно это довольно часто всплывающие. Можно ли узнать вот на сегодняшний день, какими вопросами ваши комиссии, давайте с экологией начнём, занимаются? Есть ли какие-то акции, о которых мы, в частности, на прошлом нашем эфире с вами разговаривали? Развитие каких-то прошлых идей или что-то новое? Ну, я думаю, Наталья расскажет, у неё более интересное. Ну, хочется заметить, что месяц от месяца наши, так сказать, ряды сплачиваются, сплачаются, а культура и экология идут нога в ногу. То есть, потому что, ну, реально пересекаются эти темы. Именно комиссия по экологии в весенний-летний период провели акции, наверное, «Лес Победы, посади дерево», то есть, в этом участвуют многие граждане района, и «Сдаем экулатору спаси дерево». Ну, это наши уже такие типовые акции, они проходят каждый год. Также экологи общественной палаты проводят мониторинг на темы состояния леса, наличие в нём редителей и каких-то нелегальных свалок мусора. То есть, скажем, самые злободневные. А если можно, прям вот чуть-чуть поподробнее, посади дерево, спаси дерево. Ну, мы не о тюрьме, конечно, говорим, я так понимаю, речь идёт о посадках культурного облагораживания района, да? А что за акции, какие саженцы были, кто принимал вообще участие, насколько они масштабными были, массовыми? Ну, «Лес Победы» акции становятся год от года популярнее, в ней принимают участие и граждане, и чиновники, то есть, и старый млад. Вот, высаживаются, в принципе, поскольку были проводились большие обширные вырубки от короедника, то есть, заместо вот этих вырубленных старых перезревших деревьев сажаются новые сеянцы сосны или ели. Ну, это вот основной ассортимент для лесополос. Вот. Ну, также ещё культурные породы деревьев высаживаются, если говорить несколько о культурных акциях. А я так понимаю, макулатура здесь также достаточно плотно связана с вопросом как раз-таки вырубки лесов, помимо всего прочего. А эти акции, если я не ошибаюсь, уже довольно традиционными стали для нашего района. Есть ли какая-то динамика положительная или отрицательная по участию людей в этих акциях? Больше ли приходят люди издавать макулатуру? Меньше, одинаково, ну, по сравнению с предыдущими вашими акциями? В этом году у нас прошла акция по макулатуре такая обширная в Одинцово, но, наверное, достаточно поздно она была заявлена общественности, поэтому, я думаю, желающих было много, но информированных людей было меньше, чем в прошлой акции, поэтому немножко сократились объёмы данного сырья по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, как бы основной костяк, то есть все, кто хотели, они приняли участие в этой акции. — Скажите, в принципе, понятно всем, что такое макулатура, но я помню по своим ещё школьным годам, что мы издавали зачастую то, что накопилось дома. То есть вот эти вот завалы, приобретённые в советские времена, в 90-е годы, книг таких, либо билетристики, да, либо какого-то лёгкого чтения там вечернего и так далее, которые, в общем, дома, вот прям на полке, с гордым видом, ну, мало кто хранит, согласитесь. И зачастую именно эту литературу как раз-таки издавали газеты, старые подшивки журналов и так далее. А сегодня это то же самое, то есть зачастую макулатуру сдают люди именно обычные граждане, не организации и так далее. Правильно понимаю? — Вы знаете, 50-50, то есть привозят на точки и бумагу формата А4, то есть использованные бланки в большом количестве, это именно организации. Ну а жители, как правило, приносят газеты и привозят книги, то есть либо какие-то устаревшие учебники, которые списаны из программы школьной, то есть у школы сдают. Но самое интересное бывает наблюдать к концу акции, когда, в принципе, поднакапливается объем книг, как раз те самые, которые вы перечисляли, и там рядом с ним вырастает такая толпа людей, то есть люди такие, а можно я посмотрю, можно я что-нибудь себе выберу? Конечно, учение свет ради бога, то есть такие курьеры тоже случаются. — Скажите, а исключительно, получается, такая вот книжная литература, получается, сдается обычно на макулатуру, да? Нельзя ли принести, допустим, я не знаю, картонную коробку там от телевизора? — Приносят и картон. — Тоже приносят и можно сдавать, правильно? — Да, но есть какие-то фракции, которые просто не сдаются, то есть там чеки какие-то мелкие, то есть, например, упаковки из-под яиц, которые сделаны из целлюлоза, то есть это не сдается. Но в основном это газеты, книги, картон, тетрадки, пища, бумага из офиса. — Такие акции, я помню, наш прошлый разговор, вы говорили, достаточно часто станут проводиться в районе, регулярно. Я так понимаю, что действительно так оно и есть. Вот на сегодняшний день как часто они? Раз в полгода проходят или, похоже, даже еще чаще? — Ну, по-прежнему, вот эта акция «Сдай макулатуру, спаси дерево», она в том году прошла два раза у нас, и в этом году пока только один раз. То есть, скорее всего, следующая будет осенью. Ну и, соответственно... — Раз в квартал, получается. — Ну, пусть будет раз в квартал, да. И, как вот каждый раз я говорю, общественное движение «Раздельный сбор» производит ежемесячный сбор отдельных фракций, там, включая бумагу, стекло, пластик, жест и так далее, это раз в месяц, каждую субботу, первую субботу в месяц. — А зачастую, когда такие акции вы проводите, вы как-то заранее оповещаете людей, я правильно понимаю? — Ну, в этом нам помогают средства СМИ, как правило. То есть, либо сайты, либо какие-то статьи на социальные сайты мы выкладываем, либо в газетах об этом пишут. — У нас есть звоночек от нашего телезрителя, мы его сейчас примем, а потом продолжим нашу беседу. — Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — В общем, у меня есть такой вопрос по экологии. У нас, напротив, ну, так сказать, школа номер пять, имеется водный такой, как бы, бассейн там. Но вы знаете, он уже вообще протух, у него же даже уточки и те улетают. Чтобы сделать так, чтобы его убрать, а поставить там, сделать стоянку автомашин. Это будет полезнее, чем дети нюхают эту всю гадость из этого отстойника. — Понял вас. То есть, это школа номер пятая в Одинцово, я правильно понимаю? — Да, в Одинцово, она почти напротив вокзала. — А почему вы не говорите... — Мы когда ходим на станцию, так там невозможно пройти, уже запах идет. — А может быть, проще этот пруд как-то почистить и привести в такой хороший вид? — Может быть, лучше почистить и привести. Может быть, это даже и лучше бы было. — Скажите, а как у вас именно в вашем доме вообще к этому вопросу жильцы относятся? — Да, да, да. — Вот большинство... — За уточек или за машину? — Да, за уточек или за авто. Ну, понятно, что вы вряд ли проводили на сегодняшний момент какие-то там опросы, но вот ваше субъективное впечатление. Люди что хотят больше, автомобиль или чтобы там красиво было и зелено? — Нет, мы не хотим такого, как вы предложили. Мы хотим, чтобы наши дети жили в хорошей экологии, чтобы не было запаха. Там школа ведь, там маленькие дети ходят. И мы ходим, конечно, на станцию. — Я повторюсь просто еще разок. Вот ваши соседи, они что хотят больше? Парковку, предположим, или пруд, но хороший пруд? — С зеленью, с уточками. — Хотим хороший пруд. Он раньше был хороший пруд. Там и уточки плавали, там и воды было много. А сейчас там и воды почти нет. Зарастает камыш. И все, и идет запах. Уточки влетели. Уже все, нет. — Ну, уточки не дураки, это известно. — Ну да, конечно, им там... — Скорее всего, там просто... Скорее всего, рыба там пропала, которая убирает вот это... — Рыба пропала, все пропало. А раньше ведь было. — Ну, на самом деле, это адрес известен. Я думаю, мы с вами друг друга поняли. Спасибо большое за звонок. — Ну, придем унитоле. — Действительно, уточки улетели. — Да, рыбка тоже уплывала. — Да, уточки улетели. Рыбке некуда было, видимо, плыть, поэтому она там и осталась. Понятно, в каком виде. — Если я правильно понимаю, могу ошибиться, пятая школа — это около платформы. — Ну, это же так. — Она, наверное. Просто припоминаю, как раз таки, ну, назовем это прудом, который там находится. — Да, раньше были пруды. Еще с детства помню. Ходила мимо них в школу детского творчества. — Ну, что можно сказать? Действительно, я думаю, любой человек, который там рядом проходил, да, или был в радиусе, я не знаю, метрах в ста, наверное, от этого пруда, мог слышать прекраснейший запах от этого пруда. Мог видеть, как он выглядит. Это, действительно, обмылки. Это даже не вода, это какая-то странная такая субстанция. — Раз люди даже согласны на то, чтобы вообще сделать удивлением, на самом деле. — Господи, хоть уж там парковку сделайте. — Да, парковку. — Да, я тоже, честно говоря, удивился. Обычно говорят там водородчики и так далее. — Ну, в конечном счете, видим, что и это тоже люди хотели бы видеть. Скажите, вам раньше обращались по этому конкретному адресу? Слышали уже обращались? — Ну, в нашу комиссию нет. Я думаю, что вопрос пресекается с темой ЖКХ. Возможно, мы тоже совместно этот вопрос будем решать. То есть изучим проблему и делаем запрос администрации. — Надо понять, на чем, предположим, балансе стоит территория, чья это земля, вы правильно сказали. — Потом, я так понимаю, нужно подключать, вероятно, управдомов местных, если они там и существуют, да, в ближайших домах. Потому что, вероятно, это должно быть коллегиальным решением. То есть, облагораживает, допустим, уточек, прокладывает там дороги. — Я думаю, что засыпать, наверное, скорее всего не получится, потому что раз там прут, то он, наверное, как-то уже или на кадастре, или как-то он уже стоит. Потому что все-таки это водное законодательство. И я думаю, что проще будет все-таки очистить этот прут и сделать все-таки красивое, экологичное место, где жители могли бы наслаждаться. — Ну, чтобы не быть голословными, потому что мы же не знаем, в конечном счете, что лучше. — Нужно понять, что чем загрязнение. — Я так понимаю, вы сейчас, как вот, Наталья, вы сказали... — Да, передадим. — Да, ЖКХ, у нас рабочие группы садачи и так далее. Ну, контактные данные мы, местные жители, вам передадим, свяжетесь и будем, я надеюсь, в следующий раз, когда с вами встретимся, уже там какой-то будет, ну, результат, не результат, ну, какое-то решение. — Ну, пока лето надо успеть, я не дадим вопросом, да. — Правда, правда. Ну что ж, давайте вернемся к нашей беседе, к нашим акциям, которые вы проводили за последнее время. В частности, Наталья, вы сказали о крае, да вы, по-моему, упомянули нашего любимого, который уничтожает леса и так далее. — Совершенно верно. Сейчас выявлен еще один нарушитель спокойствия леса, то есть стали поступать обращения о том, что на соснах люди обнаруживают гусениц, а это личинка соснового пилищика. То есть, соответственно, вот молодые побеги с сосиной иголки, они являются как бы формой для этих гусениц, личинок. Ну, я интересовалась, насколько опасен именно этот вредитель. Он, конечно, вроде как менее опасен, сказали мне специалисты леса, но тем не менее нужно, конечно, проводить химообработку соответствующих массивов или насаждений. — Он менее опасен в том плане, что его меньше, чем крае, да, или умение активно уничтожать? — Он не дает, якобы, такую эпидемию, которую дал нам крае. То есть тут же появление крае. — То есть не гибнут деревья, то есть он просто поросль поедает, но сами деревья как бы не остаются. — Да, и вот одна гражданка посоветовала, дала такой совет, что, говорит, если подойти и стряхнуть этих гусениц, то у них уже не будет шанса подняться опять наверх, то есть они смогут возобновить свою вредительскую работу. — Естественно, мы же не можем сказать лесникам, хотите стрясать гусениц из каждой сосны. — Сложно данной системы, как системный подход здесь применить, потому что, вы правильно сказали, распоряжение там, условно говоря, нашего большого начальника в стиле, так давайте всем районам, городам, странам выходим еще в гусеницы и стряхаем их. — Стряхаем их. — Нет, ну может, конечно, с пониманием отнесутся жители, но вряд ли прям большую поддержку это получит. — На самом деле это, конечно, требует, если без юмора, такой системного ухода за лесом, который, к сожалению, там всего ряда причин просто отсутствует. — Ну, получается, что вредителей было много, остается много. Есть ли какой-то на данный момент проект по ликвидации вот этой ситуации? — Ну, проекта нет, как я сказала, будем пока ввести переговоры, выяснять причину возникновения этой эпидемии, так сказать, начала этой эпидемии и так далее. Я все-таки хочу сказать, что, пожалуй, самым главным вредителем в лесу по-прежнему остается человек. — Ну, человека не получится стряхивать на земле, он с компанией, даже если... — Ну, его, возможно, стряхнуть за грудки или хотя бы просто что-то вложить ему в голову. Вот я плавно перехожу к теме. У нас были проведены акции, именно связанные, опять-таки, с мусором. То есть первая тема — это были экологические виды при выявлении несанкционированных свалок мусора в лесу. То есть, как правило, это приезжают КАМАЗы, и они не довозят, многотонники, они не довозят строительные отходы, бытовый мусор до полигона. Они где-то там находят какую-то дорожку в лесопарке, в лесной зоне, и там незаметненько это все стряхивает. То есть там можно найти и шины, и бытовые отходы, и какие-то остатки мусора, или жилья бывших работников, гастарбайтеров. То есть, к сожалению, такая ситуация, она сейчас происходит по всей Московской области, то есть очаги, они буквально в каждом районе есть. Соответственно, мы провели такой рейд, обнаружив в одном месте между деревней Шарапова и Шихова, в лесу, прямо рядом с автодорогой, такую кучу мусора. И благодаря поддержке местной администрации нам были предоставлены средства уборки, то есть большой тягач, бульдозер и КАМАЗы. Соответственно, на вид, ну, не огромные, но такие объемные груды мусора, они в итоге уехали на трех КАМАЗах. То есть, того мы почитали, это было, ну, порядка 75 тонн мусора, увезено с одной точки. Причем он находился на дороге, которая шла в лес, то есть он преграждал эту дорогу и, как бы, соответственно, ну, производил неэстетичное абсолютно зрелище. Ну, судя по объему, можно предположить, что систематично сбрасывали фактически этот мусор туда. Это, к сожалению, да. То есть мы и другие точки выявили, но, опять-таки, это требует приложения больших усилий для того, чтобы договориться с теми же муниципалами, чтобы заняться вывозом этого мусора. Потому что даже вот по практике, допустим, эту кучу, кто привез, это, наверное, заняло пять минут подъехать, поднять кувш и выбросить, а у нас уборка заняла два часа. Я так понимаю, уборкой также занимались общественники, активисты? Да, в ней, в этой акции приняли участие члены областной общественной палаты, общественная организация «Зеленая волна», экологи областные и общественная организация «Зеленый патруль», ну, естественно, местные жители, ну и, как бы, общественная палата нашего района. Ну, я думаю, вы согласитесь, у нас явно мусора больше, чем общественников, к сожалению. К сожалению, да. Которые вот так вот незаконно мусор сваливают. Первое, что приходит в голову, это, конечно, административные штрафы. Административные штрафы, я думаю, что тут сложность в чем заключается? Что людей нужно поймать за руку, вот, это опять нужны люди, которые будут ловить, да, и штрафовать. Есть момент, что большей частью вот этот мусор выкидывают, к сожалению, люди, которые приезжают из Москвы. Вот, то есть, если еще жители, там, у Одинцовского района или проживающие, там, рядом с лесом, с рекой, как-то берегут природу, то вот проблема с дачниками стоит очень остро. То есть, вот, в основном мусор появляется, именно вот такие дачные сезоны. Ну, в данном случае, только мы, я так понимаю, говорим уже не о вот этих многотонных, а о частных каких-то там местах, на берегах рек, где обычно там шлыки ездят, этого метеора, да? Ну, не знаете, на самом деле, вот, где большие дачные поселки, то, когда люди уезжают с дач, да, это в основном, получается, день воскресенья, либо вечер воскресенья, то иногда такие мусорки, что и два камаза за вот это время набирается. То есть, дачники очень много... Хорошо отдохнули. Хорошо отдохнули, да. То есть, они из дома, по сути, вот весь мусор, который у них за день, вот, за вот эти дни накопился, они его оставляют. То есть, используют, я так понимаю, как альтернативу платному вывозу мусора и оплачиванию, соответственно, услуг определенных организаций. Совершенно верно. Вот у нас в Ершовском, в нашем сельском поселении, это просто очень большая головная боль, вот, с мусором, потому что дачников очень много, дачных участков, и они очень многочисленные, и люди. Вот я говорю, я замечала, что, по большому счету, даже вот именно москвичи вот так себя ведут. То есть, ну, не хочется, видно, вести жара, да, вот этот мусор. И вот законодательно, конечно, можно только, внеся закон в дачные, что заставить дачные поселки у себя ставить вот эти вот точки мусоросбора. Они идут на это очень, как бы, с небольшой неохотой, потому что это нужны деньги. Вот дачникам хочется просто приехать, на природе побыть, мусор как-то оставить за бортом. Отдохнуть и последствия отдыха оставить на месте, я вас понимаю. Скажите, а вы не общались, допустим, с правоохранительными органами, с местными властями по поводу, ну, каких-то, я не знаю, добровольных патрулей, как, например, раньше делали? А может быть, установки каких-то систем наблюдения в наиболее таких очевидных местах? Потому что можно же создать прецедент, если один человек попадет, предположим, на таком, да, и его поймают за руку, прихватят, это и выпишут там хороший штраф солидный. А другие же, я думаю, подумают сто раз. Ну, я опять повторюсь, что жители, вот у нас, опять же, в Ершовском поселении у нас жители тоже до того, как у нас была налажена вот этот сбор мусора, они оставляли, участвовали в этом мусоре. Но сейчас, опять повторюсь, это большая часть у дачники. И для дачника те же пять тысяч, ну, и, как бы, кто в Москве же не повесишь на доме, да, что вот этот человек там намусорил, и штраф ему выписан. То есть, вот, ну, как бы тут... Как же бороться? Бороться, это вот нужно, мне кажется, в законодательном уровне для дачников какой-то, вот, все-таки их обязать поставить вот эти внутри дачных поселков точки с мусором, и которые они будут обязаны обслуживать и вывозить. Потому что при... вот я когда разговариваю с самими дачниками, они не против. То есть, им, как бы, какая разница, где этот мусор оставить на дороге, либо, вот, оставить его на какой-то... На пушке там лесу, условно говоря. Да, в своей даче в контейнере, потому что, в принципе, они же приучены в городе, да, складывать в контейнер. Вот, но так как у нас не совсем там, у них хорошая обстановка с внутри дачных поселков, то есть, у них сейчас то председатель там плохой, то, вот, в общем, за эту проблему нужно браться именно вот каким-то законодательным образом для дачников. То есть, тогда мусор станет намного меньше и в лесах, и на дорогах. Потому что, я прямо сейчас чуть-чуть добавлю, потому что, когда вот до сезона, вот я просто по своему селу смотрю, и вот у нас вокруг, да, много сел и лесов и озер, то есть, до дачного сезона мусора практически нету. То есть, он появляется, как только вот прям пошло тепло, как только пошли... За теплом потянулись. Да, машины, и тут же даже вот эти вот большие машины, они тоже появляются, когда некоторые дачи разбирают, вот этот весь строительный мусор, он вот прям в дачный период появляется. То есть, это даже не сами жители, потому что жители уже, они сами понимают, что они живут, и мусорить им как бы, ну, там, где живешь, это не совсем хочется. Ну, я думаю, тут еще и бывают разные типы мусора, это и остатки строительного мусора, когда человек вообще со стороны приехал, а то, о чем мы говорили буквально, там, 5 минут назад, это мусор, отходы житейские, бытовые и так далее, то есть, это, там, коробочки разные, из-под еды, там, и прочее, прочее. Ну, скажите, вот именно общественная палата, насколько я понимаю, как никто из общественников действительно близка к людям, которые занимаются законотворчеством и которые принимают законы. Обращайтесь как-то к ним, вот, конкретно с этими своими идеями, касательно экологии. Ну, я могу бы за себя говорить, я эту проблему поднимала и разговаривала со своим главой, с нашим Бабуриным Виктором Васильевичем, он это знает, как бы, и понимает эту проблему. Как-то вот на Свершовском, я говорю, получилось немножко это за счет вывоза, за счет жителей, то, что обслуживает, и вот, когда дачники мусорят, это все немножко сейчас лучше стало. Ну, вот, насчет законотворчества, мне кажется, это все-таки, наверное, больше комиссии по экологии. Вот, но на самом деле мы, конечно, не слишком близки к тем, кто принимает законы. Я думаю, смотрите, давайте мы сейчас примем еще звоночек от ваших телезрителей и продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я вот понимаю, что вопрос сейчас по поводу накопления мусора не только на дачных, но и в городе, в Одинцово. А не перевозчики иногда проблему создают? Так. Именно вывозы мусора. То есть мусор-то скопливается, и кто-то с кем-то не может договориться. Именно вот выбросили в контейнер, контейнер накапливается, и, допустим, машины не приходят вовремя. И как бы кто-то играет на этом, что мы не можем вывезти столько-то. А конкретнее можно? Да, Дмитрий, вы давайте это. Прямо конкретно. Потому что так в целом сложно рассуждать. Вот в неделю, допустим, должно столько-то машин выехать. Вот у вас, допустим, ну даже в городе у нас бывает. Не-не-не, я принес понял, я имею в виду конкретно, где у вас это происходит. Люди из города приехали, и машины просто не успевают собирать этот мусор. Может быть, усилить как-то этот вывоз мусора. Дмитрий, а где конкретно это у вас происходит? Вы же явно на какой-то опыт попираетесь личный, правильно? Ну, естественно, ну, как лично я смотрю, что, да, когда мусора очень много, вокруг скапливается, допустим, за выходные дни. Даже в городе бывает такое. Машины там не выходят. Ну, как-то там, у нас за субботу скляния рядом с домом накапливается большой. Да, они потом выбирают, дворники все это пытаются сложить в один контейнер или второй заказывают. Так же, я так понимаю, и все вот такая же передать, ну, может быть, больше народу приезжает, и так же все выбрасывают больше, количество. Может быть, просто перевозитесь, ну, как объяснить? Нет, я вас понял, я вас понял. Смотрите, вот как я себе это вижу со стороны, конечно, могу ошибаться. Вывозом мусора занимается определенная организация, обычно это коммерческая организация. Ну, бывает там муниципальная, ну, неважно, организация. Вот, и, конечно, они свои расходы, а вывоз мусора, конкретно выделение машин, людей и так далее, это расходы. Вот, эти расходы, они опираются на какой-то план. То есть, они условно рассчитали, что нужно выезжать двумя машинами раз в день. Вот, и если там идет какое-то отклонение, допустим, две машины не справляются, нужно четыре. Нужно напрямую к ним обращаться, конечно. Потому что, если они не вывозят мусор так, как они должны его вывозить, если у них недостаточно машин, если у них недостаточно людей, это значит, что они не выполняют свою работу, не так, как нужно. А им, в конечном счете, за это деньги платят. Поэтому, Дмитрий, я думаю, да. Вы еще с нами, Дмитрий, или уже все, отключились? Отключился уже Дмитрий. Дмитрий, я думаю, ваши данные мы обязательно передадим в общественной палате, потому что вижу, что личный опыт у вас. Вы им действительно расскажите, где это, какая конкретно компания у вас этим занимается. И общественная палата, я уверен, не откажется хотя бы позвонить этой организации и узнать, ребята, почему так, почему не иначе, правильно? Безусловно. Так нам долго удобнее, когда есть адресное обращение. Спасибо, Дмитрий, большое за звонок. Ну, постараемся разобраться. Давайте мы пока дальше пойдем по нашей беседе. По поводу мусора я знаю, что недавно у нас крупное мероприятие произошло конкретно в карьере, в одном, в прудском поселении, в селе, да. Расскажите поподробнее, потому что я понимаю, это довольно реально крупное было мероприятие, там уже представители власти подключились, у нас только резонанс, там произошло событие. Если можно, пару слов для наших телезрителей. Что вообще произошло? Ну, проблема, так скажем, остро уже обозначилась весной этого года, и жители обратились к члену общественной палаты Московской области Елене Гришиной, то есть как посреднику между властью и, так сказать, народом. Ситуация такая, что раньше вот рядом с селом Пронском производилась выработка песка, то есть там располагался песчаный карьер. На каком-то этапе, когда выработка якобы была закончена, пришел подрядчик, арендатор, который взял этот карьер под рекультивацию, для того, чтобы организовать в итоге нагульные пруды. И, значит, этим арендатором было получено разрешение Росприроднадзора, если я не ошибаюсь, то есть была разрешена засыпка отдельными фракциями отходов, которые якобы не оказывают вредного воздействия на среду, то есть до определенного уровня должна происходить засыпка, а потом делаются такие неглубокие нагульные пруды, это специальные такие водоемы для рыбы, для разведения рыбы. Соответственно, жители обнаружили, что якобы там все не совсем грамотно происходит эта засыпка, начались подозрения о том, что туда также свозятся фракции, которые вредные, вредные фракции отходов, и, в общем-то, процесс там тянулся, были суды, различные разбирательства, в итоге вопрос дошел до самого губернатора, до Андрея Юрьевича, и он направил министра экологии Когана Андрея Борисовича, общественников из области, из района, также был приглашен глава Одинцовского района Андрей Робертович Иванов, то есть на этот карьер для того, чтобы наглядно разобраться с ситуацией. То есть там был большой сход жителей возмущенных, соответственно, людей пустили всех непосредственно на территорию карьера, и были очень долгие дебаты, в общем-то, многие жители выказывали свои подозрения, недовольства, но, тем не менее, министр поступил очень конструктивно, он привез с собой мобильную лабораторию Росприроднадзора, которая под надзором жителей в нескольких местах сделала как бы ковшом эскаватора, они вынули на нужную глубину грунт и взяли пробы. Грунта на наличие в нем различных органики и других видов химических веществ, для того, чтобы провести анализ. Ну, в общем-то, все прошло достаточно конструктивно, и, насколько мне известно, результаты анализов уже были получены, и, в принципе, те фракции, о которых говорили жители, они там якобы не обнаружены. То есть, получается, что разработка, рекультивация, она велась достаточно законным путем. Ну, еще раз мы это будем уточнять, потому что это все происходило буквально недавно, и также про результаты лабораторных исследований мы еще раз уточним. Ну, как бы вкратце вот такой вот у нас был тоже рейд. Ну, я так понимаю, ситуация с карьером, она не исчерпана на сегодняшний день, то есть у жителей остались какие-то сомнения и подозрения в том, что действительно что-то там не так. Да. И еще, в принципе, это тоже получается такой же шквал по всей Московской области. То есть, вот можно заметить, что в различных муниципальных районах области происходит похожая ситуация. Идет разработка карьера, потом якобы идет рекультивация за счет мусора, и потом обещаются делать нагольные пруды. Ну, как-то вот схема общая. Так что мы изучаем этот вопрос, наблюдаем за ним. Ну, давайте мы уже о хорошем немножко поговорим. Понятно, что мусора много, проблем много. Но, тем не менее, хорошего-то у нас тоже немало, скажем откровенно. В частности, я сейчас говорю конкретно об акции «Сады Подмосковья». Чудесная инициатива, мое личное мнение, не так давно ее высказали. И, в общем-то, развитие у нее пока довольно интересное. Опять же, уверен, что общественная палата очень плотно по этому вопросу работает. Знаю, что общественная палата Московской области плотно по этому вопросу работает. Знакома ведь с акцией, правильно? Безусловно. Ну, я немножко расскажу. Давайте, как вот именно наши, общественники наши к этой акции относятся? «Сады Подмосковья» организовали, организовало Министерство ЖКХ Московской области, так сказать, под эгидой нашего губернатора. То есть, у него уже программа «Есть парки Подмосковья». И вот решили включить новую тему в разработку, назвали ее «Сады Подмосковья». То есть, конкурс начался в прошлом году, по-моему, первый этап еще прошел, закончился в прошлом году. То есть, все муниципалитеты должны были выставить какие-то проекты на общее мнение жюри. Причем этот проект, он подразумевал под собой не сделанные какими-то профессиональными лабораториями или конторами по ландшафтному дизайну проекта, а вот именно хотелось бы, чтобы это был народный сад. То есть, такие, скорее, проекты даже больше приветствовались, нежели профессиональные. И, соответственно, вот ко второму этапу конкурса, в котором я принимала непосредственное участие, уже были выявлены какие-то предварительные участники-победители, которые прошли, в принципе, полный список заявленных каких-то элементов сада. Было объявлено 4 или 3 номинации. Сейчас «Сад лучших идей», «Лучшие архитектурные формы малые» и «Похожие какие-то номинации». Соответственно, были организованы комиссии экспертов. Было порядка 6 групп, в которые входили представители общественности, дизайнеры-ландшафтники, эксперты и представители министерства ЖКХ. И мы в течение трех недель ездили по, предоставленной каждой группе, по маршруту и осматривали эти сады. То есть, была создана специальная ведомость на много пунктов, где нужно было отмечать, допустим, что присутствует согласно общему заявленному проекту и требованиям, что отсутствует, какие-то творческие идеи, которые тоже присутствуют в одном саду, а в другом их нет. Соответственно, было просмотрено огромное количество проектов. И буквально на прошедшей неделе состоялось такое финальное заседание жюри. Были определены в каждой номинации победители. Но результат будет известен, так сказать, общественности только 1 июля. Так что ждем с нетерпением. Ждем с нетерпением. Я так понимаю, что, конечно, сады – это, в первую очередь, вопрос эстетики и красоты. А много у нас, тем не менее, еще и акций, которые, в общем-то, являются жизненеобходимыми для нашей зеленой полосы под Москвой. В частности, я говорю об акции под названием «Зеленый щит». Довольно новое у нас начинание, новое начинание, новая история и так далее. Хотелось бы узнать, что это вообще, говоря, такое. Времени у нас немного, к сожалению, буквально 5-6 минут осталось. Если можно, тезис, что это такое, зачем нужно и кто будет заниматься реализацией. Святого Слава, а можно я, поскольку мало очень времени осталось. Конечно, давайте. Кратце. «Зеленый щит» – это новая программа правительства по защите лесов. На самом деле, хотелось бы больше уделить внимание, продолжая тему садов, акции, которую провела команда Галины Рязановой, называется «Красивая лея». Я считаю, она очень экологична, культурна и полезна, чтобы она рассказала жителям, с вашего позволения. Спасать не хотите леса сегодня. Спасать будем, но это программа правительства. Ну ладно, тогда леса потерпят у нас до следующего эфира. Давайте уж реально сегодня по красоте заканчивать. Почему? «Зеленые щиты» просто 1 сентября вступает в 2016 году этот законок проекта. И он сейчас находится на доработке, вот прямо на данный момент, потому что поступило очень много вопросов к этому закону, так как он затрагивает очень большие, то есть и водные, и леса вокруг Подмосковья. Поэтому он очень сложный и энергоемкий такой. А общая идея у него в чем? Сохранение уже существующих ресурсов? Да, то есть создать зеленый пояс, ну там не только вокруг Подмосковья, то есть он будет касаться вообще всей территории России, потому что это не только по Подмосковью. Федеральный проект. Федеральный проект, который у нас Народный фронт инициировал, они вот его как бы продвинули, и вот сейчас он уже практически принят, но сейчас идут большие внесения поправок, поэтому о нем как бы говорить пока рановато. Хотя с 2017 года нашим президентом объявлен год экологии, что очень радует, вот, то есть что у нас с экологии начинает так очень сильно, да, 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 стали как бы на это обращать внимание именно, то есть на таком федеральном уровне к этому. Ну хорошо, и возвращаясь к вашим проектам, да, расскажите, конечно, почему я. Я только расскажу, потому что мы когда с вами последний раз встречались, это продолжение проекта, которое было выиграно премией губернатора, когда у нас мы 5 лет нашу речку Молодильную в Андреевском мы очищали, рекультивировали ее вокруг, делали посадки. В этом году мы решили просто посадить Яблоневу аллею вдоль реки Молодильная, у нас 150 саженцев мы высадили, вот, чем еще у нас, как бы, речка наша Молодильная, она упоминается, личное сообщение Еремкина, что краснокнижные рыбы, согласно Красной книге Московской области в Одинцовском районе в последние десятилетия не регистрировались. Тем не менее, обыкновенный подкаменщик в 90-х годах наблюдался вот именно в устье Молодильни, поэтому вот у нас такое пристальное внимание нашей речки, и река имеет ледниковое происхождение, поэтому там очень красивый ландшафт, вот Наташа тоже участвовала в этом, поэтому вот мы, как бы, хотели, чтобы сохранить для нашего поколения уже более улучшенное, и, может быть, наши правнуки будут ходить по выросшим Яблоневым аллеям и вспоминать. Ну, я так понимаю, что раз уже действительно вы там Яблони сажаете, речь уже идет, слава богу, не о спасении реки, речь уже идет о ее улучшении, да, возвращении того, что там когда-то было с точки зрения эстетики. Ну, в принципе, да, у нас там есть проблема, там у нас немножко засыпано русло, вот мы, как бы, сейчас это обсуждаем, и, я думаю, решим эту проблему, вот, ну, и мы, как бы, параллельно ведем и очистку, и спасаем реку, и наводим красоту. Ну, надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся в этой студии, вы уже нас порадуете, скажете, что реке больше ничего слава богу не угрожает, ждет только лучшее, лучшее и лучшее. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили с комиссиями, которые занимаются вопросами культуры и экологии в Одинцовском районе, если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, пожелания, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинцовского района, обратившись на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся через неделю.